Утром 5 декабря по аэродромам Дягилева в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области была совершена попытка нанесения удара с помощью беспилотника в целях выведения из строя самолета в дальней авиации. По словам российских военных журналистов, были использованы старые, еще советские беспилотники Ту-141 «Стриж». У многих возник вопрос, как так получилось, что беспилотник смог пролететь над территорией России более 600 километров. Если отвечать коротко, то в этом нет ничего странного. Звучит несколько дико, но аппарат, произведенный еще в 70-х годах в СССР, действительно обладает всеми техническими возможностями для преодоления современного ПВО. В этом ему помогает высокая скорость, малая радиолокационная заметность, высокая маневренность, возможность летать на сверхмалых высотах, огибая рельеф и обходя выявленные точки ПВО. В этом смысле нагляден инцидент, произошедший со «Стрижом» в марте этого года в Хорватии. Тогда крушение подобного беспилотника в Загребе, столице Хорватии, выявило огромную проблему ПВО НАТО. Согласно последним данным, беспилотник пролетел через воздушное пространство двух членов НАТО, не будучи замеченным. А системы безопасности не были встревожены. Он летел со скоростью 700 километров в час на высоте 1300 метров и никакая система мониторинга воздушного пространства его не заметила. И это с учетом того, что члены НАТО находятся в состоянии повышенной готовности. К слову, Хорватия имеет на своей территории несколько радаров ФПС-117. Но со слов западных военных экспертов, подобные радары не в состоянии гарантированно обнаружить такой летательный аппарат. Кроме того, из-за небольшого радиолокационного отражения дронов и их низкого полета, существует не слишком большая возможность обнаружения таких аппаратов системами ПВО в принципе. Чтобы понять, как такое возможно, нужно подробнее рассмотреть сам аппарат и возможности по его модернизации. Давайте же приступим. Но пока пару слов о спонсоре этого видео. Сказать, что уходящий 2022 год был тяжелым, это ничего не сказать. Рост цен, санкции и безработица ударили по многим. Особенно тяжело тем, кто вынужден обеспечивать не только себя, но и своих близких. В такой ситуации финансовая подушка просто обязательно для финансово грамотного человека. Специалисты рекомендуют отложить сумму, равную средним тратам за три месяца. Если вы еще не сформировали денежный запас, рекомендуем запастись кредитной картой с большим льготным периодом. С заначкой на непредвиденный случай даже живется спокойнее. Тем более, некоторые кредитные карты обслуживаются бесплатно. Сегодня хочу посоветовать вам кредитную карту Альфа-банка, оформив которую сейчас можно получить самые выгодные условия. Вечное бесплатное обслуживание. Кэшбэк 1000 рублей на покупку от 1000 рублей и выше. Льготный период увеличился, целый год на покупки, совершенные в первые 30 дней. Есть не просит. Пользоваться собой не заставляет. Но выручит, когда будет действительно нужна. Если давно подумывали обзавестись таким помощником, держите это предложение. Что-то более выгодное вряд ли появится. Переходите по ссылке, оставляйте заявку и будьте спокойны. Ссылка в описании. А мы продолжаем. Но сначала стоит отметить, что мы не знаем точно, что произошло на аэродроме. Если опираться на это видео прилета, то судя по звуку двигателя, можно предположить, что это был летательный аппарат с турбореактивным двигателем. Возможно это был Ту-141 Стриж, возможно Ту-143 Рейс, возможно его модификация. Или вообще отдельная разработка. Мы этого точно не знаем. По этой причине будем разбирать два аппарата. Это Ту-141 Стриж и Ту-143 Рейс. А также их гипотетические модификации. А если вам интересно, какие еще были реактивные беспилотники в СССР, то на канале скоро выйдет видео по этой теме. С вас же лайк и подписка. Чтобы понять в каких технических рамках мы будем рассуждать, стоит сказать о характеристиках этих двух машин. Разработаны они были для проведения разведывательных полетов в автономном режиме. Обе выполнены по схожей схеме и имеют схожую конструкцию. Хоть и различаются в размерах. Так, если Стриж имел длину 14,33 метра, размах крыльев 3,88 метра, а полную массу 5370 килограммов. Оснащался двигателем тягой в 2000 килограммов сил. И обладал дальностью полета до 1000 километров. То рейс имел более скромные габариты и характеристики. Размах крыла 2 метра 24 сантиметра, длину 8 метров 6 сантиметров, а массу 1230 килограммов. Оснащался двигателем тягой в 600 килограммов сил. А дальность полета составляла всего 180 километров. В модернизированной версии 360 километров. Тут внимательный зритель скажет, что рассмотрение рейса в качестве дрона, атаковавшего аэродромы бессмысленно. Ведь беспилотнику требовалось пролететь минимум 650 километров по прямой. А рейс последней модификации может преодолеть максимум 360 километров. И это действительно важное замечание. Но тут есть важное уточнение. И об этом чуть позже. Машины были разработаны еще в 70-е годы в ОКБ Туполева и производились до 89-го года. Если стрижей было произведено около 150 штук, то рейсов более 900. Исходя из ранее озвученных технических характеристик можно понять, что при замене разведывательной аппаратуры на боевую часть, эти аппараты становятся весьма грозными представителями класса крылатых ракет малой и средней дальности. Также в качестве забавной детали, раскрывающей летные характеристики аппарата, можно привести тот факт, что в 90-е и нулевые годы эти беспилотники применялись в качестве летающих мишеней на военных учениях. Так вот, по свидетельствам военных, из-за сложности поражения этих машин расчетами ПВО, было решено отказаться от их дальнейшего использования в этом качестве. Из-за резко возросшего перерасхода боезапаса во время учебных стрельб, разобравшись с исходными данными, для понимания возможности эффективного применения этой техники в современных условиях, надо понять, из каких элементов состоит беспилотник, и в каком состоянии эти элементы могут находиться. Начнем с двигателя. На ТУ-141 устанавливался один турбореактивный двигатель КР-17А, который изготавливался на Уфимском моторостроительном производственном объединении, в случае поломки или неисправности. В нынешних условиях, очевидно, ремонт двигателя оригинальными комплектующими, или замена двигателя на оригинал целиком невозможно. Однако, у Украины имеется достаточно развитая отрасль разработки и производства современных авиационных двигателей, так что изготовление деталей для оригинального двигателя и его починка не составляет неразрешимой проблемы. К тому же, имеется ряд двигателей собственного производства с сопоставимыми характеристиками. Например, АЛ-25ТЛТ, такой, к слову, устанавливается на новейший реактивный турецкий беспилотник, Байрактар Кизелерма. А учитывая, что еще в 2020 году было подписано соглашение о поставках двигателей на сумму 600 миллионов долларов, Можно предположить, что массовое производство подобных агрегатов не составляет сложности для промышленности Украины. Что же касается ТУ-143 Рейс, то на него устанавливался ТР-3-117. Короткоресурсный турбореактивный двигатель тягой 640 килограммов сил, с осевым компрессором. Изготовителем являлся мотор СИЧ. Украинское предприятие, занимающееся разработкой и производством, ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей. Так что в этом случае проблемы с технической базой для ремонта и обслуживания двигателей точно нет. Итак, мы имеем двигатели-фюзеляж с хорошими летными характеристиками. Но всей этой конструкции необходимо управлять. За это отвечает навигационное оборудование и автоматика беспилотника. И если автоматика неплохо справляется со своей задачей, то оборудование, отвечающее за навигацию безнадежно устарело. Рассмотрим ранее приведенный инцидент из Хорватии. Думаю очевидно, что студенческое общежитие вряд ли могло быть целью данной атаки. Очевидно произошел сбой в навигационной части аппарата и он мягко говоря отклонился от курса. С другой же стороны, автоматика, отвечающая за сам полет, сработала гораздо надежнее. Нам до конца непонятно, почему упал тот аппарат. Кроме того факта, что он не был сбит силами ПВО, возможно, системы управления полетом также допустили ошибку. Из-за чего произошло столкновение Стрижа с землей. Но судя по фотографиям раскрытого парашюта, мне кажется более правдоподобной версией, что из-за сбоя в навигации, аппарат начал торможение и выпустил парашют на высоте, недостаточной для этого. Как следствие не успел затормозить и разбился о поверхность земли. С другой стороны, мне не совсем понятно, зачем на переделанный под дрон Камикадзе разведывательный беспилотник вообще устанавливать парашют. Но при этом не предусмотреть систему самоликвидации. Если у кого-то есть идеи, напишите в комментариях. Также есть пример приземления рейса на Донбассе. Еще 2 августа 2014 года, тогда аппарат, приземлился без каких-либо повреждений, но в зоне, контролируемой противником. Скорее всего, также произошел сбой в навигационном оборудовании, хоть автоматика, отвечающая за приземление и сработала штатно. Важно понимать, что современная электроника, даже гражданского назначения, способна кратно увеличить надежность и точность навигации дрона, при этом значительно снизив вес аппарата. И все это за относительно небольшие деньги. Скорее всего, громоздкая и не слишком надежная навигационная аппаратура еще времен СССР была заменена на современную иностранную. Установка современного навигационного оборудования двойного назначения на дроны не редкость. И тут на ум как пример, сразу приходит надводный украинский дрон Микола-3, а точнее его система навигации, принцип наведения и управления. Напомним, что этот плавающий дрон способен передавать видео в HD-качестве на удалении от оператора до 400 км. Это возможно благодаря наличию спутникового терминала Starlink. Также телекамера дрона способна работать в инфракрасном диапазоне. Само управление таким катером возможно в автоматическом режиме и вручном. К примеру, в момент атаки на корабли в Севастополе, дрон управлялся оператором. Однако, весь путь до точки атаки мог происходить в автономном режиме по заранее заданным координатам. Все это можно с высокой уверенностью отнести и к воздушному дрону. Если несколько подытоживать все вышесказанное, можем предположить, что сам полет мог проходить в автоматическом режиме в условиях радиомолчания. Маршрут был проложен заранее с учетом огибания ранее выявленных очагов ПВО. Для того, чтобы упростить огибание рельефа и для меньшей заметности, маршрут мог проходить в пойме и русле рек, а уже на финальном участке, оператор мог взять управление на себя и визуально наводиться на цель. С наличием опытных операторов дронов также скорее всего нет проблем. Помимо операторов нескольких разведывательных эскадрильей непосредственно стрижей и рейсов, развернутых в Западной Украине еще в советское время, можно вспомнить операторов Байрактаров. Да и управление надводного дрона, судя по видео, производилось опытным специалистом. Думаю, количество операторов и обслуживающего персонала также достаточно для проведения массового запуска реактивных дронов. Что касается боевой части переделанного дрона, то в том же загребе вес взрывчатого вещества составил 120 килограмм. И с учетом того, что на конкретно том беспилотнике скорее всего было еще старое навигационное оборудование, а также грузовые парашюты, к потенциальному увеличению массы боевой части можно прибавить еще килограмм 50 минимум. И суммарно это весьма значительная величина. И тут надо вспомнить о Ту-143 рейс и его модификации Ту-243 рейс Д. Дело в том, что у первой версии дальность полета составляла всего 180 километров, а у второй уже 360. При том, что масса последнего возросла всего на 170 килограммов. По очень грубым расчетам, для часа полета этого дрона необходимо порядка 550 литров керосина, принимая среднюю крейсерскую скорость за 900 километров в час. Мы можем сказать, что на каждый километр полета требуется 0,61 литра топлива. Все это может быть ошибочным расчетом дилетанта, но с учетом того, что на модификации Ту-243 рейс Д вес одного только аэрофотоаппарата. Типа ПА-402 составляет 445 килограмм. Его замена на боевую часть в 120 килограмм высвобождает запас топлива для потенциальной дальности полета в 900 километров. Это даже без учета замены систем навигации и веса, высвободившегося при отказе от грузовых парашютов. И это все надо понимать с тем учетом, что мы просто не знаем, какие разработки в плане реактивных беспилотников есть у Украины. И какие имеются зарубежные компоненты для модернизации существующих или создания новых дронов. Правда и в создании абсолютно нового реактивного дрона с сопоставимыми характеристиками я тоже не до конца верю. В теории это конечно возможно. И навыки и материальная база для этого есть. Но это крайне нерационально. Модернизация существующих аппаратов, а одних только рейсов было произведено более 900. И значительная их часть осталась на Украине после развала СССР. Куда более выгодно. И с точки зрения средств, и с точки зрения времени. Итого, по очень грубым подсчетам у Украины имеется обширный флот из беспилотных летательных аппаратов, которые путем относительно несложной и недорогой модернизации можно превратить в крылатые ракеты дальностью поражения до 1000 километров. И с боевой частью под 120 килограмм. Либо с дальностью в 360 и боевой частью в 450 килограмм. Плюс некоторое количество стрижей, которые уже обладают подобными характеристиками. А с учетом их гипотетической модернизации, смогут выполнять поражение целей на еще большем расстоянии с гораздо большей надежностью. И вместо выводов просто приведу технические характеристики американской ракеты АГМ-158 «Джазм». Разработка версии наземного пуска которой стала одной из причин о прекращении действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году, подписанном между США и СССР еще в 1987 году. Дальность полета до 980 километров. Размах крыла 2,4 метра. Длина 4 метра 27 сантиметров. Масса 1020 килограммов. Скорость полета до 1000 километров в час. Боевая часть 450 килограммов, из которых 109 килограммов взрывчатого вещества. Выводы делайте сами. А на сегодня у нас все. Всего доброго. До свидания.